Определили приоритеты. В самое ближайшее время краевые чиновники планируют уделить внимание двум спортивным объектам. Ледовому дворцу спорта на Сибирском 52 и зданию детской футбольной школы «Динамо». Об этом нашим новостям рассказал министр спорта региона Алексей Перфилев. Хоккейная арена по адресу Сибирский 52 уже стала одним из главных долгостроев. Тем не менее, по славам Алексея Анатольевича, стройка возобновится уже в этом году. Завершится, правда, не раньше 2022-го. Стоимость работы оценивают в 600 миллионов рублей, хотя сумма может быть скорректирована после проведения экспертизы проекта. Срочного ремонта требует издание завода «Трансмаш», где сейчас открыта футбольная школа «Динамо». Сооружение находится в краевой собственности. За это время владелец ни разу не проводил здесь капитальный ремонт, говорят руководители клуба. В итоге здание стало рушиться. На головы прохожих летят кирпичи, а в раздевалках плесень, а сам паркет зала травмоопасен. Все остальное последовательно будем браться за все, но нам очень важно оценить весь масштаб бедствия и просчитать его в деньгах. После этого заручиться поддержкой и заручиться той суммой, которую мы действительно можем получить. Это в любом случае же, но нам невозможно из состояния беды превратиться в идеальное состояние. Сначала мы должны посчитать, что для этого надо. Продолжение следует...